Он даже не поздоровался, даже голову не повернул в мою сторону. Вот просто как сидел в кресле, смотрел на точку, так и сидел. И оказывается, она говорит, вот все, сегодня я ставлю крест и больше не общаюсь. Она подбежала, забрала мою ручку, хотя я еще не дозаполнял бумажку и исчезла. Когда я там проходила мимо здорово, он сразу такой отворачивался, делал вид, что меня не замечает, игнорирует, еще что-то. Когда стоял уже, я смотрю, она не знает, что делать, и такой, а этот папа, согласен, я получил. Всем привет, это рубрика Love is, рубрика про семейные ценности, отношения, о том, как Бог ведет нас в этой жизни. И сегодня у нас очередная пара, пара студентов Конурбаевых, Марии и Кирилла. Привет, ребята, мы вам хлопаем, мы рады вас видеть. Да. Хочу заметить, это очень мои хорошие друзья, поэтому надеюсь, что сегодняшнее интервью будет особо такой атмосферный, дружеская атмосфера будет нас окружать. Мы обсудим все, что нам хочется, ну или мне, то, что я заготовила вопросы, какие для вас. Хорошо, начнем, да, с первого вопроса, стандартного, общеизвестного уже, но не менее, который нас интересует, всем нам интересно. Как вы познакомились? Кто? Ну, давай, ты. Окей. Ну, мы с Машей, получается, встретились в 2019 году. Это год, когда я должен был поступать куда-то, вот. Я тогда, ну, я сам из Казахстана, и я тогда поехал на конгресс, выбирай, это в Кыргызстане было, вот. Получается, это был 20 числа июля. Ты заканчивал школу и куда-то... Я уже закончил, вот. Точнее, что ты заканчивал. Ну, да, я, получается, в мае закончил, там все сдал и, вот, думал, куда поступить. И, получается, приехал в Кыргызстан, мы приезжаем в обед, ну, я там с другом был, мы голодные, ничего не ели, не пили, ходим по Кыргызстану, ищем, чтобы поесть, чтобы попить. Так, ничего не нашли. Да, по Кыргызстану, ну, там, по Бишкеку, там, где офис наш. Ну, и, короче, ничего не нашли, хотя это было странно, потому что в следующий раз мы прошли и сразу нашли. Ну, ладно. Вот. И мы, уставшие, возвращаемся. Обед, жара. Я сажусь напротив... Ну, в офисе, напротив двери. Получается, кресло стояло. Я сажусь, ну, и сижу. И тут слышу сверху кто-то кричит на этот. Кыргызы приехали, кыргызы приехали. Ну, я думаю, сейчас там кыргызы, ну, стандартные, вот. Но вдруг остановится машина. Сколько там человек, я не помню, я только запомнил две девушки. И выходит две таких худеньких, стройненьких девушки идут и так останавливаются, ну, и смотрят на нас. Вот. Совсем не казахи, наверное, думают. Ну, вот, и как бы мы... Я сижу, а вот они стоят. Ну, я сразу так глаз... На кого этот уже... Положил. Положил, да. Вот. Ну, и дальше сижу, смотрю. Ну, стандартная моя ситуация раньше. Просто смотреть в одну точку, сидеть. Ну, думаю, ну, они ж тут хозяева. Я подумал, ну, кыргызы, может быть, они как раз вот с северного Кыргызстана. Потом, как оказалось, это Маша со своей сестрой. Стоит такая, смотрит, смотрит. И раз всех начала туда-сюда, одного туда, другого туда, всех распределила. И сама тоже исчезла. Ну, вот так как-то... Ну, мы не познакомились, но так я ее встретил. Твое первое впечатление такое. Да. Командующая такая девушка. А потом... Лидер. Маш, ну, вот расскажи твое впечатление вообще, насколько это было... Правда. Тот же самый момент был, когда вот Кирилл тебя заметил, и ты потом как-то его заметила уже, как лично заприметила. Да, я гораздо позже его заметила, заприметила. Ну, как бы, конечно, он был первым человеком, которого я увидела, когда мы приехали из... с юга мы ехали тоже 12 часов. Вот. Потому что, да, там через горы, через перевалы, до Бишкека долго добираться. Ну, и как бы со мной было двое парней, и одна... Ну, моя сестренка. Да. И они все были интроверты. И поэтому, когда мы вышли из машины, они просто такой кучкой сзади меня все встали и смотрели, что делать дальше. И я помню, что когда я шла к двери, а напротив двери как раз сидел Кирилл в кресле, и смотрел вот так вот в одну точку, и недалеко мне показался похожим на Тома Холланд. Не знаю, почему, но вот это была первая мысль. Прикрепляем водку Тома Холланд. Да. Казарский Тома Холланд. Вот. Я потом зашла, смотрю, а он вообще не двигается, смотрит в одну точку. И все, кто там по дому ходил, там вот еще были несколько ребят с ним, тоже парни, и они все как-таки раз застыли. И эти стоят сзади меня такие, молчат, ничего не делают. И эти стоят такие просто застыли. Я такая, ну супер, а что делать дальше? Ну, поэтому я начала как бы там что-то ходить, спрашивали, что я не была интровертом, отличая от всех остальных. Вот. И как бы, ну да. Ну и на Кирилла я так посмотрела, подумала, ну странно, он даже не поздоровался, даже голову не повернул в мою сторону. Вот просто как сидел в кресле, смотрела на точку, так и сидел. Вот. Ну а вечером нам нужно было встретить других ребят. И когда мы, ну это было буквально на этой же улице, просто нужно было чуть-чуть отойти. Ну и моя сестренка, как интроверт, она такая, не, пойдем, не будем никого звать, сами встретим. Я такая, нет, нам нужны защитники на всякий случай. И моя сестра такая. Поэтому, когда я позвала Кирилла и других ребят, она ушла вперед, вот, не хотела ни с кем разговаривать. Ну, а мне было неловко того, что мы идем, молчим, поэтому я заговорила с Кириллом, спросила, как его зовут, сколько ему лет. Ну так, чисто, small talk. Вот. Ну и как бы, и сложилось такое впечатление у него такого парня, задрота такого, который не особо любит общаться с девушками, который, в принципе, какой-то такой бука. Вот, поэтому я как-то и, ну и потом в течение лагеря я не особо обращала на него внимание. Так, лагерь закончился, вы разъехались, да? И не общались все это время. Ну там, что? Друзья добавились друг к другу? Нет. Там буквально пару дней было, может, неделя до моего поступления сюда, поэтому, не, мы вообще не общались. Ну как? Она даже, они уже не знали, да, что ты будешь поступать? Нет. Что Маша... Она Яра защищала, я хотел в Токмок поступить, это филиал Зоокского университета в Кыргызстане, вот. И они Яра вот заступали за то, что намного лучше в Зоокском учиться, вот. Я благодарен, я все-таки согласен, вот, с тем, что это было. Вот. Но я вот помню, хоть я не общался, но что-то, зачем я никогда так не делал, вот. Я подошел, говорю, вот смотри, мама, там какие-то, кыргызские были. Я ее профиль ВКонтакте нашел и показал ее фотографию маме. Я об этом вообще не помню. Мне уже после свадьбы мама напомнила об этом. Вот. Тоже такой интересный момент. Хорошо. А что вот дальше-то было уже в Зоокском? Как, что, как вы пришли вообще к отношениям? Это уже по-своему. Вообще интересно заметить то, что, когда я ехала еще на конгресс, вот, выбирай, в Кыргызстане, и у меня была такая мысль, «А вдруг я встречу там того самого...» Ну и как это обычно бывает, такая «Да не-не-не, вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли, кто там будет. Мало шансов, маленькая вероятность того, что я там кого-то встречу». И там, на лагере, на самом, там было такое как бы «Святое святых», сделанное под настоящее. Туда можно приходить и молиться. И я помню, что я приходила туда и молилась о том, чтобы Бог послал мне вот человека, с которым мне действительно будет хорошо. У меня на тот момент уже была лучшая подружка, как бы, и все было хорошо, у меня была сестра, у меня были друзья в Заолгском, но все равно вот чего-то не хватало как будто. И я помню, что тогда я молилась очень так усиленно. Ну и в принципе, я молилась о своем будущем мужа с 14 лет. Но начиная с 18, я, наверное, молилась об этом более усиленно, вот, более осознанно. Вот. Ну и когда мы приехали в Заолгске, получается, я встретила Кирилла на регистрации, вот, и такая «Вау, прикольно!» Типа, ну это ребята с этого, с конгресса, флэшбэк такой. Она подбежала, забрала мою ручку, хотя я еще не дозаполнял бумажку и исчезла. Эту ручку я потом буквально... Женщина все время исчезает, поедается, а она исчезает. Я буквально за месяц до свадьбы нашел эту ручку у нее в папке. Ну, как бы, тоже, я так, не особо придавая тому какое-то значение, но такая, ну прикольно, прикольно, увидела ребят, которые были на конгрессе, и они поступили, вот. Ну, а потом уже в течение какого-то времени я просто стала слышать от разных людей хорошие отзывы о Кирилле, ну, как они его описывали, как человека. Вот. На конгрессе я еще познакомилась с его другом, его друг был поактивнее, скажем так, и он первый подошел к нам, познакомился со мной, с сестрой, вот. И мы как-то стали с ним общаться, и он почему-то начал мне рассказывать о Кирилле, вот. А потом он на один раз вляпнул, что я нравлюсь Кириллу, вот. и, ну, и то, до того, как он об этом сказал, я стала замечать, что Кирилл меня как-то игнорирует, когда я там, ну, просто прохожу там, здороваюсь, привет, там. Здесь, в ЗАОКском. Да, ну, то есть, как бы я-то его знала, мы уже были знакомы, и, конечно, мы не общались, но просто, когда я там проходила мимо здорово, он сразу такой отворачивался, делал вид, что меня не замечает, игнорирует, еще что-то. Вот. И поэтому, когда уже мы были в столовой, я помню, подошла к нему и спросила, ну, задала вопрос в лобах. опять решительность проявила, да, такая? Ну, то есть, мне просто было неприятно, и как-то непонятно такое поведение. Чтоб не висело в воздухе, да? Ну, как бы, да, просто я думала, ну, вдруг у него какая-то обида на меня, еще что-то. Я подошла, спросила, говорю, мне кажется ли ты как-то как будто меня игнорируешь, еще что-то. Он такой, да, не, я просто болею, там, не хочу тебя заразить. Болею, что-то такое. Что-то такое, отговорку какую-то придумал, вот, и я такая, ну, ладно. И потом я в защиту свою скажу, почему я так делаю, но до этого я ни с кем не общался, специально, хотя у меня все спрашивали, типа, почему тебе столько уже лет, да, ну, в плане, ну, из мира люди, да, почему у тебя ни разу не было девушки, да, вот, я говорю, да, и говорю, что, тут сейчас, мне потом учиться, вот, ехать далеко, что, мне на расстоянии, что ли, я там за Оксом иду, ну, так, чисто, чтобы отмазаться, говорил, вот, и когда я сюда поступал, моя цель была именно хорошо закончить, хорошо выучиться, я целью поставил ни с кем не общаться для этого, вот, но я, из-за того, что я влюбился, а я заметил, как, что, когда я влюблялся, это меня мотивировало к чему-то, к изменению, и я просто начал использовать свою влюбленность как мотивацию к хорошей учебе, то есть, ну, чтобы еще лучше учиться, чтобы, например, понравиться ей, вот, ну, и поэтому я всячески игнорировал, ну, просто я не хотел общаться, в том плане не хотел начинать, но, но влюблен был, вот, поэтому я так себя вел, можешь продолжать. Да, ну, вот, после того, как Кирилл мне так ответил, я написала его другу, ну, с которым мы иногда так общались, что вот, почему-то Кирилл меня вот так вот так игнорирует, и он такой, да ты ему просто нравишься, я такая, что, как-то не похоже, вот, и потом, как-то вот так со временем происходило, что я начала к нему присматриваться, заметила, что он ответственный, что он хорошо учится, что преподаватели его хвалят, что другие люди о нем хорошо отзываются, вот, и как-то начал такой вот потихоньку-потихоньку интерес просыпаться, вот, и мне уже хотелось с ним как-то поближе пообщаться, и я помню, что один раз мне приснился сон, мы тогда еще плохо с Кириллом общались, приснился сон, что мы такие классные друзья, что нам так хорошо друг с другом, что мы так классно общаемся, и я проснулась такая, вау, какой классный сон, неужели это может быть в реальности, и вот с тех пор я как-то начала больше о нем думать, и потом, спустя где-то два месяца поняла, что я влюбилась, вот, но на самом деле стоит сказать, что я всячески пыталась это в себе подавить, потому что, ну, я тоже понимала, что мне нужно учиться, что я не хочу каких-то отношений, и я просто просила Бога, Боже, убери это, пожалуйста, если ты это не уберешь, я сама это в себе подавлю, в общем, всеми силами пыталась в себе это как-то раздавить, и бывали моменты, когда я уже хотела поставить крест на Кирилля, потому что, ну, какое-то такое его бездействие, оно меня убивало, вот, и как-то не было понятно, все мне говорили, что я ему нравлюсь, но я сама лично этого не видела, не ощущала, вот, был такой момент, еще я уже такая, своей подруге говорила, ну, все, все, я не хочу больше с ним общаться, она такая, подожди, подожди, еще чуть-чуть, вот, скоро твой день рождения, я тебе кое-что расскажу, я такая, ну, а что, и на моем день рождения выясняется, ну, мне подружки дарят олимпийку заокский, с надписью заокского, там, мое имя, ну, я, конечно, очень братовалась, мне было приятно, и потом выясняется, что, оказывается, Кирилл вложился в эту толстовку, что он, ну, то есть, часть заплатили мои подружки, а часть он, но он как бы сделал этот тайно, он не хотел, чтобы это кто-то знал, да, ну, и, в общем, я узнала об этом, и для меня это был такой шок, ну, мне было приятно, с одной стороны, что он, ну, как бы так, тайно, не, ну, как, знаете, вот, есть парни, которые, ну, так вот, любят все на публику делать, там, миллион роз, цветы, там, при всех, там, чтобы и фейерверки, и камеры, и все было, а мне понравилось, что он как-то это делал в тайне, и, ну, не на публику, а вот реально, действительно, для меня, вот, и как-то, я потом у него спросила об этом, типа, ну, ты действительно вложился в мою толстовку, он такой, ну, да, ну, просто, ну, он как-то так это приплотнялся, что, ну, ну, так это бывает, бывает, да, просто хотел, а, он сказал, типа, я просто не знал, что тебе подарить, там, все такое, и, оказывается, она говорит, вот, все, сегодня, вот, я ставлю крест, и больше не общаюсь, а в этот момент, я был в рекламном отделе, как раз-таки, обрабатывал ее, уже интервью, и сижу, общаюсь с Артемом Цоловым, вот, изливаю ему всю душу, он, как отец, такой, дает мне советы, так, наставляет, и я такой, говорю, вот, боже, вот, если сейчас, ну, я ее вижу, я приглашаю прогуляться, и я все ей рассказываю, а у себя в голове думаю, так, сейчас я на ужин не пойду, пойду сразу в комнату, и буду там сидеть, ну, уж точно в комнате-то она меня не застанет, вот, понятно, что там, да, на мужской, на женский этаж, противоположном полу нельзя, вот, ну, тем более, что даже если там что-то взять, да, на этаже, навряд ли она будет заходить в комнату, да, ну, думаю, ну, все, отлично, я спускаюсь, прохожу фонтан, и, не знаю, зачем, я просто сел на лавочку, и в этот момент, вот, когда я сажусь, в этот момент открывается дверь внука, там, где мы занимаемся, этот, и там, оказывается, у Маши была консультация, у Юлии Анатольевны, шуть, вот, и она в этот момент, в среду, задавала, выходит, и видит меня, такой, ну, блин, ну, 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 как так, вот, ну, она идет, я сижу, молчу, она раз, ну, а там получается фонтан, и можно и так, и так пройти, я сижу на одной стороне, она проходит, по другой стороне, потом раз, возвращается такая, а ты что тут сидишь? Нет, спасибо, у тебя все хорошо? А, ну, да, все хорошо, а потом такой, а что ты, ну, понятно, у меня там в голове борьба, а потом она спрашивает, ну, а что ты тут сидишь? Я говорю, ну, лингвиста жду, а как раз-таки, друг, Артем Жаворонков, он был лингвистом, вот, и она подумала, что я его жду, а я правду сказал, что я лингвиста жду, Машу, вот, вот, она такая, а, ну, хорошо, окей, ну, и она опять вот так уходит, и она уже прошла фонтан, идет, я такой, Маш, стой, она такая, да, да, чего? Так, резко так, как будто она только этого и ждала, я говорю, ну, может, мы сегодня вечером после ужина, а, просто, может быть, мы сегодня прогуляемся, она такая, да, хорошо, после ужина, во столько-то, во столько-то, давай, и тут внизу мокнился, я думаю, ничего себе, как будто она продумывала этот текст, я такой, ну, давай, ну, и все, и потом вот, шестнадцатого я там признался, что она мне нравится, вот, и после этого мы начали уже общаться, и уже потихоньку, помаленьку выстраивать отношения, потом на Новый год я познакомился с ее родителями, вот, ну, и потом много чего было, вот, ну, и как-то так мы начали общаться, конечно, мы не назвали, ну, как бы у нас не было такого, что мы встречаемся, мы... Мы больше дружили. Мы дружили больше, да, ну, получается, год мы дружили, вот. А год я была невестой. А потом, шестнадцатого октября 2020 года, я делаю ей предложение. Расскажите немножко предложение. Еще один такой момент, который очень нам интересен. Да, и вот, получается, вы год встречались. Ровно год, ну, как встречались, дружили, дружили, вот, потом... как мы начали чуть лучше общаться. Я говорю, ну, ты же понимаешь, что я, этот... Ну, не просто так буду, ну, не просто так с тобой общаюсь, не так, чтобы, ну, пообщаться, вот, хорошо провести время, и все. Ну, я с тобой общаюсь, и, значит, я планирую что-то, ну, как бы развивать дальше, вот, ну, ты как бы понимаешь, вот. Она такая, ну, да, конечно, вот. И мы такие решаем, ну, тогда давай вместе за это молиться, что дальше Бог нас вел, вот это все. Я говорю, хорошо, давай тогда будем уже копить, потому что будущая жизнь, дело не дешевое, вот, как потом оказалось, что даже еще более не дешевое, чем я думал, вот. И вот приходилось потом, все лето я работал, приносил мне деньги, приносил деньги, да, Маше, ну, просто у меня работа была такая, рано утром в 6 часов я уже шел на работу, вот, приходил рано, ой, приходил уже там в 7 часов, пока там покушаю, помоюсь в 7 часов, я уже никакой там почитаем, помолимся, я спать, просыпаюсь опять на работу, и так вот в субботу у меня только был выходной, вот, все остальное время я вот работал, и вот мы как-то копили так, а потом сделал предложение, ну, а как сделал предложение, пусть Маша тогда расскажет. А вот перед тем, как Маше, ты поделишься о том, как было предложение, у меня вот вопрос созрел, ты упомянул, Кирилл, что вы читали, молились, да, вообще, как вы начали этим заниматься, так сказать, как пришли к этому, кто вообще предложил изучать? я, кстати, не помню, а кто предложил? я предложила, я предложила молиться за наши отношения, но когда мы начали, когда он мне признался, мы начали дружить, я сказала, так, мы сначала дружим, мы молимся за наши отношения, потому что, ну, неизвестно, что будет потом, вдруг мы не подходим за другу, еще что-то, говорю, я говорю, давай будем молиться, смотреть, думать, как Бог покажет нам, так и будет, вот, мы начали молиться, но мы сначала молились, как-то так, ну, не очень у нас шло, мы еще не могли прям полностью открыться друг перед другом, просто у нас с подружкой было такое, что мы сблизились, действительно, тогда, когда начали молиться, и мы для себя открыли такое, что, вот, кстати, лайфхак, если вы хотите по-настоящему сблизиться с человеком, начните молиться, наветесь с ним, мы начали молиться, и чем больше мы молились, тем больше мы открывались друг перед другом, какие-то такие моменты, и, ну, и потом в отношениях, когда у нас уже, так скажем, они стали перетекать во что-то более серьезное, когда у нас бывали какие-то конфликты или проблемы, мы сразу же молились вместе, просили друг друга прощения, и это нас сближало еще сильнее, вот, ну, ну, еще параллельно мы читали разные книги, мы начали читать «Христианский дом», правда, мы не закончили, вот, потом мы читали «Найти и удержать», но это мы уже читали прямо перед свадьбой, мы читали «Прежде чем ты скажешь да», это мы читали до того, как ты мне сделал предложение, вот, ну, то есть мы разные такие книжки читали, а, мы еще читали «Об излитии святого духа сорок дней», ну, что-то такое духовное, да, ну, то есть для нас это было такое времяпровождение еще вместе. Ну, и, понятно, стандарт на Библию, вот, а потом что-то еще дополнительное. Да, то есть мы, это было как закон, то есть каждый вечер, даже у нас экзамены, куча домашки, да, мы встречаемся хотя бы на 10-15 минут, помолиться, почитать и расходимся. Даже было такое, что мы весь день там не видимся, там куча уроков, занятий, еще чего-то, еще чего-то, но вечером стандартно мы как бы встретимся, помолимся, разойдемся. Ну и мы по утрам встречались, смолились. Да, мы еще катались по утрам иногда, но это не всегда получалось, там, кому-то было сложно стать, точнее мне, вот, поэтому, хорошо, спасибо. Я надеюсь, что кто-нибудь, да, возьмет себе на заметку, вот, советую. Ну что, предложение мы ждем. Женская аудитория. Ой, ну, короче, предложение было очень необычное, оно было, получается, 8 октября, уже на следующий год, после того, как Кирилл... 16 октября. Нет, сначала про 8. Вот. Не предложение тогда, а твое предложение. 8 октября, получается, спустя год уже мы дружили. У него 8-го день рождения. Да, и Кирилл мне дарит такое пригласительное на мое день рождения, там, все так красиво распечатал, там, какие-то такие были на... Прикрафтовой бумаге. На модели только так. Да. И такой билетик, это называется «Дорога к счастью». Я такая, вау, интересно. и там приглашение в студенческую комнату, там, я прихожу, он там шарики развестил, там, вот праздновали хорошо мой день рождения, покушали, все. И вечером он дарит мне билетик на следующий день, там, и говорит, типа, вот будет какой-то квест, там, я тебе потом позже подарю, там, еще что-то, какие-то подсказочки. На следующий день организуется квест, я там хожу по всему Заолжскому, собираю эти записочки с крафтовой бумагой, с крафтовой бумаги, там, он все так продумывал хорошо. Я такая, вау, интересно. Потом он вечером этого же дня дарит мне приглашение на следующий день, вот, тоже там все так красиво оформлено, там, кино. И он сделал билет полностью, как продают в Нью-Йорке, ну, по такому же, скажем так, аталону, вот, то есть, типа, американский билет в кино. Мы посмотрели фильм на следующий день, потом он дарит мне еще билетик, короче, и на следующий день он дарит мне какие-то подарочки, то есть, там, потом он подарил мне духи, о которых я очень долго мечтала, на следующий день подарил картину, чтобы разукрашивать по номеркам, я тоже давно хотела. Я такая, вау, как классно, сколько это будет еще длиться, интересно. И так длиться, длиться неделю, а я... 8 дней. Да. Так, 7 дней, да, и потом 16, 8. Да, и он говорит, вот 16 будет такое заключительное, я уже как-то расслабилась, конечно, у меня... А я специально каждый раз говорил, что, ой, ну, там еще пару дней, там, да, конечно, там еще пару дней, поэтому вот 16 октября, ну, она думала, что это не последний день, что будет еще, потому что на каждом билете там тоже было написано, что, ну, там, приглашали на то-то-то, а потом предложение следует после этого, вот, и она вообще, ну, никак не думала, что 16 что-то может быть. Да, то есть я как-то, у меня уже отпали все подозрения, думала, что, ну, у него был шанс сделать мне на день рождения предложения, ну, как бы на день рождения прошло, ну, значит, потом, когда-нибудь, зимой, вот, и вот я прихожу 16 числа, и он тут все так красиво оформил, тебя попросил быть фотографом, вот, своего друга попросил, быть официантом, типа, был такой ресторан, он там кушать приготовил вкусно, картошку с курочкой. у Артема Цолова дома. Я еще в это время онлайн в служении, там, у нас в Азии участвовал, тут получается еще светло, а там уже время пятничное, этот, было, суббота настала, и там служение было, меня попросили поучаствовать, там, просто рассказать, я вот рассказываю, и картошку там мешаю, все вкусно приготовил, мы пообщались, при свечах, и потом вот он, его друг выносит такой поднос, на подносе, такой, серебряный, да, такая какая-то, штука его закрывает, и потом он открывает, я смотрю, там коробочка, Кирилл берет ее, становится на одно колено, и такой, и причем интересно, что он не говорит, такие типичные слабы, типа там, ты выйдешь за меня, ты будешь моей женой, как ты сказал, он что-то сказал, что ты готова продолжить эту жизнь, со мной, что-то такое, там, продолжить дальше, строить наши отношения, по этой жизни, да, что-то такое мне сказал, и я такая, ну, я, конечно, была в шоке, растерялась, и он такой видит, что я ничего не отвечаю, он такой, отца я получил согласие, да, ну, просто я, не знала, как еще Мария Дизель отреагирует, просто до этого, видел в твоих глазах читал, до этого, за неделю до этого, я написал, получается, ну, папе, вот, Сергею Рифовичу, и, ну, говорю, так-то и так-то, мне надо с вами поговорить, вот, мне аж плохо тогда стало, когда я это все написал, вот, ну, я думаю, ну, как, тем более онлайн, они меня не видели никогда в жизни, вот, да, карантин сидела, нельзя было выехать домой, и, еще нужно было ждать, мы договорились, на, то ли на среду, то ли на четверг созвониться, а предложение делал в пятницу, а мы жили как раз-таки с Вадимом, Антюшиным, который, вот, у меня официантом был, и он, мы с ним молились, такие, все, я, я иду такой звонить, да, это среда была, потому что это была общевузовская отработка, я иду звонить, под, под сосной у нас, или это ель была, ну, не важно, вот, и Вадик встречается, такой, что позвонил, я такой, нет, ты дома, давай помолимся, мы стоим, помолились, я думаю, ну, все, нормально, ну, поговорили, хорошо, дали добро, поэтому я, я решил, ну, как, это огромный аргумент, когда стоял уже, я смотрю, она не знает, что делать, я такой, а это папа, согласен, получил, да, ну, я сказала, что я подумаю, я решила не бросаться сразу на шею, с визгами, писками, что да, вот, и я такая, ну, я подумала, ну, колечко взял, вот, и я, ну, я просто хотела еще пойти помолиться, поговорить с Богом об этом, и на следующий день я уже точно сказала, что да, вот, и суббота обривала еще больше радости, да, и вот, с тех пор мы работали, двигались в этом направлении, хорошо, сейчас, прежде чем поговорим немножко о вашей жизни, прежде чем поговорить о вашей жизни, сейчас предлагаю делать мини-паузу и поиграть, в общем, поиграть хочу с вами в игру, которую мы давно не играли, в нашей программе, пальцем в небо, не знаю, насколько вы помните, но мне интересно, как у вас там совпадет, мне кажется, это будет прикольно потом, объясню нашим зрителям правила игры, кто не знает, да, ребята закрывают глаза, я говорю утверждение, и про кого это утверждение, они показывают пальчиком, вот, забавно, когда это расходится, либо не расходится, ну, в общем, да, пробуем, хорошо, закрыли глаза, никто не подсматривает, правда, кто чаще извиняется, так, ладно, кто чаще выносит мусор, единогласно, кто дольше спит, да, по рассказам сразу было понятно, кто это будет во время отношений, да, кто хомячит на ночь, так, Кирилл, определяйся, так, хорошо, кто больше следит за здоровьем, за здоровьем кто следит, единогласно, наверное, может быть, кто смелее, кто первый признался в любви, да, из истории мы уже помним тоже, кто последним выключает свет, что еще, последним выключает свет, так, ага, интересно, что же вы такое делаете, что последним выключаете свет, или это любовь такая, просто выключите, мне просто позже выхожу, так, Кирилл, придется тоже аргументировать, у нас несколько светильников, ты этот последним выключаешь, а я вот этот, да, в общем, так, по-разному, у кого из вас лучший почерк, кто из вас, кто из вас более эмоциональный, кто ночью перетягивает одеяло на себя, ну и давайте последнее, кто из вас веселее, отлично, отлично, неплохо, пока что, наверное, весело мне было, но когда вы будете смотреть программу, думаю, вам будет тоже весело, вот, посмотрите, там было прикольно, было и так, и так, и вот, хорошо, что, немножко поговорим уже о том, чем вы сейчас живете, дышите, в чем вы, вертитесь, крутитесь, да, в общем, одним словом, брак, союз, вот, вопросик про ваши традиции, вот, вы уже в браке почти год, да, есть ли у вас какие-то традиции за этот год, что-то вот появилось, я понимаю, конечно, вся жизнь, да, лишь семейная есть, чтобы что-то начинать, пробовать, но все же, может быть, что-то устоявшееся появилось такое, даже если недавно не страшно. Ну, у нас как-то с самого начала, ну, я бы даже не назвала это традицией, скорее привычкой. Что-то решили вместе делать? Все делать вместе, ну, как-то вот у нас так, ну, конечно, не всегда так бывает, но обычно мы, как команда, стараемся друг друга дополнять и поддерживать. Ну, когда мы готовим, ну, когда мы готовим кушать, мы вместе готовим кушать, там я что-то одно делаю, он другое, когда мы убираемся, мы тоже убираемся вместе, я что-то одно делаю, он другое. и так вот очень во многих моментах происходит, что когда нужно сделать что-то такое емкое, трудоемкое, объемное, что один, ну, скажем так, не подтянет, мы делаем это вместе и разделяем это, ну, как бы... Ну, еще согласен с Анатолием, который до этого тоже ловит... Ссылочка, да. Да, переходите, смотрите, классная прям, мне понравилась, вот, и он там говорил тоже интересную такую вещь, что тут за Орском, особенно, когда вы оба учитесь, вы, получается, утром встали, там, поели быстро, там, чух-чух-чух-чух, побежали на пары, с парой, делаете уроки, и тут просто настолько интенсивная жизнь, как бы и служение, там, отработка, учеба, что не хватает времени делать традиции, да. Но дальше уже, конечно, больше будет, да. там, традиции читать по вечерам, то есть мы всегда читаем, там, например, мы делимся еще прочитанными книгами, то есть там Маша что-то читает, я что-то читаю, мы делимся, и кто-то, может быть, кому-нибудь посоветовать, ну, больше я, наверное, советую ей книги, которые я там прочитал, или читаю, и чтобы она то же самое делала. Ну, еще у нас есть традиция пить иногда чай вместе по вечерам, просто как... Азиатская семья. отдохнуть, да. Самое интересное, что до свадьбы Кирилл говорил, что он вообще чай не любит пить, что я не буду пить, а у нас в семье, как-то так было всегда, что мы вечером, это вот было семейное время, когда мы все вместе садились, и просто пили чай, и наслаждались этим. Ну, у нас иногда было, что у нас ужин плавно перетекал в чай, и мы так могли сидеть, долго разговаривать, и просто все вместе пить чай, вот, и вот, ну, у нас в семье все чайханщики, то есть, и я говорила, Кирилл, давай, вот у нас тоже так будет, а он такой, я не люблю чай, я все время пил воду, а сейчас, короче, он чаще пьет чай, может чай? Да, он такой, пойдем чай попьем вечером, она такая, ну, я полная, я такой, да шо ж такое? Вот, мы знаем, в общем, что у вас возраст, получается, Кирилл, ты младше, Маша, Маша, старше, насколько вообще это вот, было тяжело с этим, говорил ли кто-то что-то вам, когда вы устроили отношения, там, Маша, может тебе, это он же младше тебя, там, семья, может быть, как-то что-то, встречали ли вы как-то с определением со стороны людей? Ну, чаще все говорили, все думали, что я младше, Кирилла. Ну, во-первых, я не выгляжу младшей, ее, я в принципе не выглядел, я выглядел старше всех своих одна года, как можно правильно сказать, сверстников, вот, ну, то есть, там, мои сверстники, еще в 10 классе, я там, на первом курсе, да, ну, я просто рано пошел в школу, и 17 лет, я там, на первом курсе, первый курс закончил, вот, и как бы... Не, ну, вообще нужно сказать, что я вот с Кириллом никогда не чувствовала себя, что он младше меня, ну, то есть, я всегда чувствовала с ним на равных, а иногда даже мне казалось, что он старше меня, потому что он вел себя тогда, ну, вот, действительно, как уже зрелый человек. Лайфхак, если хочешь стать более взрослым, ответственность, вот, возьми вот эту ответственность, положи на шею, и она тебе моментально как-то дает тебе повзрослеть, потому что... Лет так 10. Просто, получается, когда мы начали общаться, я сразу сказал, так, Маша, я, ну, как бы, за нас беру ответственность, и полностью тебя обеспечиваю финансово, то есть, мы как бы сразу, когда они начали общаться, буквально через пару месяцев, ну, вот мы завели общий бюджет, и я как бы, ну, старался нашу семью, так сказать, обеспечивать деньгами. мы уже перестали завести деньги. И мы ни разу, ни разу не просили денег у родителей, до сих пор, то есть, вот, ну, только если там они уже сами хотели, там, отослать, там, на день рождения, там, на свадьбу, вот, вот, на такие моменты, да, там, присылали, но так нет, мы все сами и на свадьбу сами накопили, ну, как, они, конечно, нам помогли, потом еще, как подарочек от себя, вот, ну, то есть, все, вот, поэтому пришлось повзрослеть, побыстрее, вот, ну, да, я и сейчас не чувствую, что Маша старше, вот, ну, как-то, чисто паспорт там, да, я, в принципе, я, в принципе, никогда не чувствовал себя на свой возраст, мне было неинтересно общаться с моими сверстниками, ну, на тот момент, потому что, ну, слишком все примитивно для меня оказалось, вот, мне всегда было интересно постарше там с кем-то общаться, и, ну, и как-то вот так вот. Бывает, конечно, что мы иногда шутим друг над другом, там, типа, ну, да, что ты понимаешь, у моих-то года, это Маша, ой, коленки болят, да, ну, это чисто так было по шутке, но, на самом деле, Кирилл очень сильно изменился, вот, если смотреть на нас, когда мы только начинали общаться, и сейчас, и вот каким он был тогда, ну, вот он тогда был еще мальчиком, ну, вот так вот можно сказать, когда мы начали общаться, только-только, я видела иногда в нем, мне хотелось видеть в нем, какую-то вот решительность, ответственность, да, вот, ну, то, что всем женщинам хочется видеть в мужчине, вот, я такая думаю, как, вот, как мы будем дальше строить отношения, он еще такой юный, он еще такой неопытный, юный, то есть, он где-то, может быть, иногда вел себя очень нерешительно, то есть, там, кому-то позвонить, что-то спросить, он боялся, как-то стеснялся, еще что-то, я такая думаю, ну, как вот мы будем, когда мы поженимся, или там еще что-то, и, ну, действительно отношения, серьезные отношения, они очень сильно меняют парня, они поменяли Кирилла, и он, вот, Я могу сейчас сказать, что он сейчас становится настоящим мужчиной Вот таким, каким хочет видеть рядом с собой каждая женщина мужчину Который готов брать на себя ответственность Который там все просчитает То есть если сравнивать, например, первый раз, когда мы поехали в Тулу Мы приехали, не знали, куда идти, где заказать такси Кирилл такой, а что? И меня это раздражало, что он не может взять на себя ответственность Что-то куда-то позвонить, спросить Он такой какой-то был, ну вот А сейчас, то есть там, когда у нас был медовый месяц Он уже сам заказал такси, все это рассчитал, просчитал, отель заказал То есть все там, короче, я даже этого не прикасалась, не трогала Он все взял на себя, и то есть, ну вот разница В общем, иногда подождать нужно, как бы не сразу такой Все, это не мой вариант Да, потому что мне кажется, что на самом деле мужчина по-настоящему становится мужчиной Тогда, когда он берет на себя ответственность Тогда, когда он строит серьезные отношения Вот, потому что, ну, встретить сразу такого мужчину, который такой Брутальный Да, и такой, да, все сразу Ну, это только ждать до 30 Мне кажется Это как принца, наверное Да, ну или это уже потом За 30 Да Вот А так Либо уже с хорошим бэгграундом Потрепанного жизнью Ваша семья, она такая будущая пастырская семья И впереди вас ждет слушание Кирилл, вопрос Через месяц Даже меньше Через месяц Да, вот вообще Кирилл, вопрос к тебе Ну, я вот с практичной точки зрения, именно семейный Вот такой вопрос Должна ли жена работать? Или нет? На твой взгляд Она должна работать, если она этого хочет Потому что, вот, например, я знаю, что Маша, вот, ну, прям, ну, она хочет работать Потому что ей это доставляет удовольствие Ну, хочешь работать, работай Да, вот Мне нравилось, например, как у нас было в семье Папа, наоборот, маме постоянно говорил Ну, что ты, этот, там, сильно так утруждаешь Ты, там, да ладно, там, оставь работу Отдыхай, там, дома сиди Вот Мама, там, парикмахеров сначала работала Очень сильно уставала Вот И он как-то вот всячески старался ее поддерживать Какое-то хобби Больше, чем работа А сейчас так получилось Она дома сидит, там, шьет игрушки, продает И одновременно с этим сейчас еще и учится Заочно на педагога Вот Вот папа, ну, как-то так старается ее поддерживать То есть Чтобы она работала там, где она хочет Не так, что вот нам нужны деньги Иди, там, подметай где-нибудь, там, да Или Я не знаю Куда-нибудь, там, в плохое место иди работай Где надо кучу работать, мало получать Типа Нет И вот мне кажется, так и нужно делать Ну, типа Если она хочет работать, да Да, там, ну, иди по той сфере и работай Почему нет Да, наоборот, стремиться В этом давать ей развитие Чтобы там, да, еще лучше у нее Как Уровень был Вот Поэтому Хочет Пусть работает Не хочет на этой работе Ну Ну не работает Вот Потому что Мне кажется, даже когда-то она будет Намного больше меня получать Вот Я встречал просто парней Которые говорили Блин, моя жена больше меня получает Мне так обидно Это задевает? Меня нет Но оказывается Ну Многих парней Это прям многих парней задевает И некоторые даже вот Уходят Со своей работы Идут куда-то в другое место Чтобы Больше получать Не меньше, чем жена Мужское эго Так Мне кажется, что играет Как жена себя ведет Ну, то есть Если она такая Че ты там не можешь ничего заработать Я тут нашу семью тощу Как бы То, конечно, мужчине будет неприятно Но если Просто, ну Так сложилось Что, например Или, например, пока что У него там плохо, туго сработает То А жена работает То это наоборот же круто Крутое подспорье Чем когда вы оба безработные У жены профессии нет У тебя там что-то тоже не клеится И вы в итоге сидите Лапу со все тяну То есть Как бы Не знаю Мне кажется, наоборот Хорошо, когда у жены Есть хорошая профессия Так хотя бы В какой-то момент Поддержать, скажем так Мужа и свою семью финансовую А вот Скажите Что, на ваш взгляд Может Разрушить отношения? Серьезный вопрос Серьезный вопрос Что, Маша? Мне кажется Недосказанность Где-то Где-то Ну, по крайней мере У нас так было Когда мы еще встречались Что порой Мне было почему-то сложно Полностью до конца Говорить о каких-то Своих чувствах Негативных эмоциях Там, что Мне что-то не нравится Что-то не устраивает Или Что-то непонятно И Это в какой-то Степени Немножко разрушало Наши отношения В том плане Что Кирилл не мог понять Что со мной А я ему не могла сказать Вот Ну, то есть Какая-то такая Недосказанность Где-то, может быть Я скрывала Какие-то свои чувства Ну, бывает Такое Что-то нехорошее Произойдет Тебе, например Не понравилось Как он там Себе повел Или сказал И она об этом Мне не сказала Да Я об этом ему не сказала Я это у себя Там в глубине Похоронила Да И как бы такая Ну, ладно Ладно Как бы там Ладно А потом Она же все равно Копится Копится И потом Он такой Дыдыщ А я и знал Что ей было плохо И как бы Я так же, например Делал Ну, потому что Ну, нормально Как бы А что Мне никто ничего не говорил Что тебе не нравится Например Ну, вот Всякое такое То есть Я считаю Что должна быть Такая вот Открытость Всегда Честность Даже Когда, может быть Тебе это Не очень приятно И не очень хочется Говорить Ну, вот Я всегда стараюсь Говорить Кириллу Когда что-то такое происходит И, скажем так Не очень приятно Или я там Может быть Что-то нехорошее Сделать Еще что-то То есть Я стараюсь Ему всегда Сразу говорить А как ты Поборола это Вообще Просто Приняла В один момент Решение Что Ну, да Я просто Начала себя Пересиливать Стараться Все говорить Потому что Я поняла Что Ну, если я так дальше Буду себе Все хранить Копить И так далее То Ничего так и не получится Да Ничего так и не получится Но В один прекрасный момент Все Ну, и Это мне самой Было тяжело То есть Оно все копилось И мне от этого было плохо И вот это вот Какой-то Негатив Раздражение Копились на Кирилла Вот И А потом я заметила Что просто Когда я это Выплескиваю ему Сразу говорю Оно не копится И как бы Тебе нормально Да, мне хорошо Во-первых Во-вторых Он как бы тоже Ну, правильно реагирует Ну, то есть Принимает меня Да, там Любит И мы от этого Даже больше Сближаемся То есть Когда мы Когда ты говоришь Человеку Что-то Что тебе Не очень хочется Гореть Какие-то твои Негативные Стороны Или еще что-то Это всегда Очень сложно Но когда ты Это сделаешь Такое Немерное Облегчение Всегда чувствуешь И такую близость С этим человеком Что, ну Оно того стоит Просто где грань Когда вот Девушка начинает Абсолютно все Говорить Что она чувствует Да, испытывает И парень такой Да, она уже достала Меня каждый раз Вот Ну Если Это не устраивает Если Об этом Обговорить Ну, это обговорить Сразу Что Ну, давай Мы будем строить Наши отношения Открыто и честно Если мы Реально хотим Строить именно Отношения Потому что Когда люди Начинают общаться И как бы Если вы просто Общаетесь Ну, посмотрим Что выйдет Ну, это странно Если вы уже Общаетесь Вы либо Общаетесь До Брака Да, хотя бы Попробовать До брака А если нету Такой Ну, как бы Цели То смысл Тогда общаться Вот А если Люди действительно Хотят Ну, из отношений Что-то большее Сделать Да, что-то То Мне кажется Парню будет Наоборот Важно Слушать Что, например Нитон делает Что Нитон Там Говорит Или Что-то Да, там Не так выглядит Может быть То же самое И как бы Если об этом Обговоришь То давай Вот строить Честно Да, вот Если что-то Не нравится То сразу Говорит Потому что Вот Ну, это вот Как Очень классно На одной лекции По психологии По конфликтологии Мы с Машей Смотрели Вместе Когда ты берешь Вот апельсин Это Вы оба его хотите Нет Съесть Ну, нет Это немножко другое Что Вот апельсин Это вот конфликт ваш И вы берете Этот конфликт И прячете На полку Закрываете Ну, типа Ну, все Конфликта нет Но проблема в чем? Начинает гниться Апельсин-то он там И он как бы Ты открываешь Он все равно лежит То есть конфликт Он все равно На видном месте Да, и вот Как ты говоришь Со временем Все-таки он Да, если там Не съесть Или не выкинуть его Да, он начинает гнить Начинает запах Не очень И как бы И все Конфликт-то тут Ты его никуда не делал Поэтому Мне кажется Наоборот Если реально Вы хотите построить отношения То это важно Это Классная такая Яркая иллюстрация Просто Я вот говорю Мы давно это посмотрели И вот как Засело И Кстати, очень было Классная проповедь Вот о конфликтах Вот это А это даже не проповедь Это лекция По конфликтологии И Вот этот вот Принцип Да не сходит Солнце в огневе твоем Да Да не сходит Солнце в огневе твоем То есть Если есть что-то Даже не лечь спать Пока Этот конфликт Не решить Потому что Чем дольше Откладывать Что-то Оно Будет Нарастать 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 И Только все будет хуже То есть Вот Ну и до сих пор Да вот Будучи в браке Мы так и решаем В принципе Наши проблемы Да Что-то там Что-то не понравилось Что-то там Обиделись Но Вот Время до сна Нужно что-то С этим решить Потому что Лечь спать С обидой Это самое худшее Из возможностей Что можно сделать Вот Но это так Ну и потом Ты раз Не доскажешь обиду И потом тебе вообще Уже не захочешь Об этом говорить И Ну так и останется Вот лежать Копиться А потом в следующий раз Ситуация повторяется И у тебя еще больше Вот этого Негатива А как раз таки Когда Вот мне кажется Когда это может взбесить Парня Когда Негатив Только так Ну Всплеск негатива Да И сразу много Там раз Все нормально Все нормально Потом раз И такой огромный шквал Типа Да все же было нормально Что с тобой А так Если там Что-то не понравилось И сразу сказала Ну как бы Это Не знаю Ну типа Ой Можешь так не говорить Ну просто неприятно А Ну все Хорошо Хорошо И все Например Хорошо Давайте на позитивное То что Вернемся Поэтому Ребята С каждого Из вас Сейчас Пожалуйста Три Вещи Благодаря которым Вы чувствуете себя Любимыми Ну у меня Наверное Это в первую очередь Помощь Помогает Да Мне очень нравится Мне очень нравится Что Кирилл Мне во всем Помогает Вот Забота Когда он Ну даже какие-то Такие элементарные вещи Там Помочь Курточку накинуть Там Дверь открыть Там Ну какое-то Такое вот Ухаживание Да Скажем так Не только Когда вы там Встречаетесь Но когда вы еще В браке Оно тоже Очень Для меня Ценно И я через это Чувствую Его любовь Вот Ну и третье Наверное Ласка Прикосновения Я Кстати Заметила Что Наши языки Любви Они поменялись После того Как мы поженились Вот То есть До этого У меня Как-то Больше была Вот помощь А у Кирилла Наоборот Прикосновения А после свадьбы У него стало Время И Славопоощрение Вот А у меня Все знает Вообще Просто Я просто спорю Что Нету Славопоощрения Ну я просто знаю Что есть Вот А у меня Наоборот Ставили Прикосновения И помощь Ну то есть Как-то Ну вот так Поменялось Ну Вот Мне важно Чтобы Меня Человек Слушал Ну не знаю Мне очень Приятно Когда Вот Например Маша Я вот знаю Что Ну она там Пишет диплом Я знаю Что И вообще Ну никак Не до меня Но я там Например Что-то узнал Что-то прочитал И мне важно Сразу Это поделиться Потому что Я когда Что-то новое Узнаю Что-то действительно Для меня Вау Мне хочется Это кому-то сказать А если А если Я в себе Ну как бы Это Ну оставлю То Ну как-то Мне Самому Не очень И Я такой Раз Что-то делаю 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 Или даже Монтирую Там Такой Раз А Маша Что-то пишет Я такой Представь То-то-то-то-то-то-то-то-то-то И вот Рассказываю Она такая Слушает Как бы Такая Да Там Что-нибудь Ответит И то-есть Даже если Она занята Она меня слушает И вот это Для меня Ну Да Ценно Ну и Наверное Вот что Я прям Ценю В ней Это вот Было Еще Наверное С первого года Как я начал работать Как-то я Уставший Там Целый день Работал Работа у меня Ну действительно Такая была Не очень легкая И когда я Приходил Ну просто никакой И она там Ну Там Кушать Там Да Подогрей Там Что-то сделает Ну то есть Вот такие вот Все мелочи Ты приходишь И ты как бы Ну Видишь Что Ждет жена Заботится Хорошо Ребят Что для вас Любовь Программа Это Love Is Называется Поэтому Да Придется Давать Свои Определения Definitions Какого Лингвиста Вот Мне Очень Очень Нравится Описание Которое Дал однажды Александр Анатольевич На Духовном Становлении Личности Такой предмет У нас У нас Был Как раз Таки Вместе С вами Мы Тогда Сидели Это Был Мой Первый Курс И Он Это Часто Повторяет Мне Кажется На Каждых Своих Предметах Которые Ведет Что Любовь Любовь Это Когда Вы Оба Вечером Сидите На Кухне С Чугунными Головами Вообще Ни в какую Вы Уставшие Свистит Чайник Ну Сейчас Уже Не Свистят Чайники Но Свистит Чайник И Кто Первый Встанет Уберет Звонит Телефон Кто Первый Встанет Возьмет И Вот Это Любовь Когда Ты Понимаешь Что Может Быть Даже Тебе Хуже Иногда Чем Другому Человеку Но Ты Из-за Любви Своей Что Готовь Пожертвовать Встать Сделать Для Меня Вот Это Любовь Да Кстати Ну Как Да Мы Оба Уставшие И Понятно Что Я Могу Сама Себе Встать Налить Воды Но Мне Хочется Чтобы Это Сделал Именно Он Я Прошу Кирилу Пожалуйста Сходи Налей Мне Водички Иногда Просто Кирил Я Встаю И Пожел Да И Он Просто Идет И Наливает Мне Водички Приносит Попить Или Еще Что Вот И Как Я Я Просто Помню Был такой Момент Когда Ко мне Подкатывал Один Парень Еще Когда Я Была На Первом Курсе И Я Один Раз Тоже Попросила Принести Воды Он Такой Какая Разница Я Пойду На Четвертый Этаж Воды Принесу Ты Пойдешь На Свой Четвертый Этаж Воды Себе Принесешь Сходи Ты Сама За Водой Я Такая А Зачем Тогда Ты Вообще Мне Нужен Если Я Могу Сама Сходить Себе За Водой Вот Ну Как Бы Такие Мелочи Которые Ну Как Мне Приятно Я Вижу Что Он Жертвует Да Там Даже Если Устал Уже Там К Сну Готовится Я Прошу Что Пойти Сделать Для Меня Любовь Ну Да Наверное Тоже Как Многие Здесь Говорят Что Это Жертвенность Это Тогда Когда Ты Наступаешь На Горло Своему Эгоизму Вот Когда Ты Прав На Горло На Вую Когда Ты Понимаешь Что Ты Не Ты Один И Те Действия Которые Ты Совершаешь И Те Решения Которые Ты Принимаешь Они Влекут За Собой Последствия Которые Повлияют Не Только На Тебя Но Еще И На Человек Который Рядом С Тобой Ну То Ты Должен Понимать Что Все Твои Действия Они Повлияют Не Только На Тебя Но На Вас Обоих Вот То Если Ты Сделаешь Что То И Будет Плохо Тебе То Будет Плохо Не Чтобы 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 Обоим Было Хорошо Чтобы Человек Который Рядом С Тобой Находился Чтобы Он Не Пострадал От Каких Твоих Действий Или Решений В Общем У Нас Небольшое Нововведение Программа Это Love Is Называется Знаете Жвачки Есть Такие Love Is Мы Решили Что Будем Нашим Ладно Вот И Спойлер Ужасный Но В этом Выпуске Я точно Так Решила У меня Здесь Жвачки Вот И Хотелось Чтобы Вы Взяли По одной И Было Здорово Если Вы Открыли И Прочитали Нам Что Есть Любовь Вот С Этими Жвачками Будем Поддерживать Такую Традицию Вот Если Вы Не Против Жвачки Не Обязательно Есть Сейчас Жевать Но Вот Именно Давай Кирилл Что У Тебя Там Любовь Это Когда Трудно Сосредоточиться На Мече Тут Просто Такой Человечек Который Гольф Играет И Не Можешь Сосредоточиться На Мече Потому Что Рядом И Смотрит Больше На Свою Любимую И Кстати Цвет Волос Похоже Так У Меня Написано Что Любовь Это Песня В Твоем Сердце Как Романтична У У Которая Такие Нотки Из Груди Ну В общем Хорошее Определение Любви Это Вам На Память Если Что Будет Такой Спасибо Хорошо Ну И Последний Вопрос Тогда Да Точнее Не Вопрос Что Были Пожелать Ну Я Могу Сказать Что Обратиться К Девушкам Наверное И Посоветовать Девушкам Искать Парней Не Ну Знаете Вот Часто Говорят Что Девушки Ищут Богатых Я Я бы Сказала Что Нормальные Девушки Они Скорее Ищут Не Богатых А Парней Которые Готовы Брать На себе Ответственности Которые Могут Зарабатывать Деньги Ну В Не Совсем Понимают Девушек Которые Сидят На шее Родителей И Которые Сами Сидите На шее Родителей Мужчина Должен Зарабатывать Деньги Задержать Свою Семью Это Девушкам Относиться К парням С уважением Даже Моложе Тебя Или Может быть Он еще Юный Не такой Опытный Ну Потому Что Как правило Мужчина Становится Мужчиной Как правило В отношениях Повторюсь Конечно Да С годами Он тоже Становится Зрелым Более Таким Потом Мне кажется Сложнее Строить Отношения В том Пане Что У вас Уже Устоявшиеся Как сказать Устой Да Устой В голове А так Когда вы еще молодые Вы можете меняться друг по другу Как два пластилина Вот И я бы посоветовала Девушкам все равно Как бы Верить Если За вами кто-то ухаживает Пусть он еще может быть юный Неопытный Но если Верить в такого парня Если поддерживать Потенциал Понимаете Да Поддерживать его Верить в него Уважать его То он станет настоящим мужчиной Вот Девушки Вы Шея Потому что женщина очень сильно влияет на мужчины Кирилл даже со мной согласится Великие женщины То ли фильм То ли книга такая То есть что Даже некоторые мужчины могут говорить Да нет Ты что Да я просто Ладно Не буду рассказывать Но да Был такой один Да нет Ты что Вообще не влияет Он Женился И все Вот Мой совет Кирилл Мой совет Вот Мне понравилось Один выпуск Была тут рубрика Твое мнение Выпускник вел Илья Гулыков И был выпуск Про Добрачные отношения Мне там Очень сильно Понравилась Такая Ну не фраза Тоже Тоже Такой Совет Что До тех пор Пока ты строишь отношения Без Физического контакта Ты строишь отношения И узнаешь человека Как только у тебя начинается Что-то физическое вливаться в ваши отношения Тут же Прямо тут же Прекращается Развитие И Узнавание Друг друга Вот И Только Физическая уже часть Играет То есть Мозг просто Отрубается Вот Поэтому Ребята с этим Конечно Поосторожнее А Еще можно Маленький совет Тоже Я хотела посоветовать Молиться о том Чтобы Посмотреть человека Во всех ситуациях Какие возможные То есть Каких-то стрессовых Кризисных ситуациях Где ты можешь Человек увидеть Такой как он есть На самом деле Что у нас с Кирилем Было очень много таких ситуаций То есть я там И ветрянкой болела И коронавирусом я болел И коронавирусом он болел И мы тут вместе летом были То есть два лета подряд Мы оставались здесь Работали То есть Очень было таких Много стрессовых ситуаций Когда я По посольствам С этими документами Да Документы это вообще Отдельная тема Когда мы могли друг друга Ну увидеть В таких вот Непростых жизненных Обстоятельствах И скажем так Это была такой вот Проверкой хорошей тоже Вот Поэтому Ну чтобы не чисто Так там встречаться Раз в неделю Два раза в неделю Там все прекрасно Все-таки мне кажется Нужно перед свадьбой Пройти какие-то такие вот Трудности Вот Ребята Спасибо большое За это интервью Наше время подошло к концу Было очень интересно Мы рассудили Мне кажется Очень много с вами моментов Вот Потом мне По-любому захочется Опять еще раз пересматривать Новые мысли Какие-то будут Вот Что мы говорим Кому что С нами Сегодня были в гостях Семья Камербаева Кирилла и Маши Самых классных Вообще суперских Ребят Студенты Наши Мы Призываем вас Подписываться Смотреть Наши рубрики Не только Love is Подписывайтесь на Зоокский университет В ютубе Находите нас в контакте В общем следите за нашей Студенческой жизнью Мы с вами Прощаемся Но не так что Прямо прощаемся Говорим До скорой встречи До следующего выпуска И Машим пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...